Спустя почти год стали известны подробности жестокого убийства с верстниками школьника Шахзата Махаметова. Прошлой осенью ученики одной из школ Талгара до смерти забили своего соклассника. Стражи порядка нашли главного виновника, но с решением следствия не согласилась ни одна сторона. Обвиняемый подросток дал нашим журналистам эксклюзивное интервью и впервые публично рассказал, как все было. Он молчал больше полугода. На него давили и одноклассники, и совсем незнакомые ему люди, пытаясь убедить, насколько повысится его авторитет, если он возьмет всю вину на себя. Диас и погибший Шахзат Махаметов учились в параллельных классах и в тот злополучный день оказались на одном пустыре. Ему приказали бить, и он не посмел ослушаться. Мне сказали, Диас, бей. Я сказал, ладно. Ребята выстроились в линейку. Я начал бить их по очереди. Одного, второго, третьего. Когда дошел до седьмого, один из моих одноклассников обхватил Шахзата за поясницу и перебросил через себя. Все началось с обычной школьной потасовки, к которой ни Диас, ни его погибший сверстник отношения не имели. Оба пошли на пустырь постоять за честь класса. Однако разборка превратилась в побоище. По словам юристов, травмы, от которых скончался Шахзат Махаметов, никак не могли быть получены от одного удара, как утверждают следователи. Мы сейчас установили, что в этой школе существовал так называемый осмотрящий, который бросил нашего ребенка. Его все боятся в школе. Мы полагаем, что именно из-за этого дети дали такие показания. Хотя вы смотрите место происшествия. Здесь куча свидетелей было в суде. В итоге, когда дело дошло до суда, и потерпевшая, и обвиняемая сторона подали ходатайство о проведении доследования. По их мнению, стражи порядка не докопались до истины. Впрочем, в районной прокуратуре с подобными выводами не согласились. Мы считаем, что обеспечили полностью требования статьи 24 УПК и обеспечили все необходимые меры, полноту в том числе. В прокуратуре района был принесен частный апелляционный протест. В настоящее время уголовное дело находится на рассмотрении апелляционной инстанции Алматинского областного суда. Статья, которую сейчас инкриминируют школьнику, предполагает от 8 до 12 лет лишения свободы. Родственники обвиняемого и убитого готовы добиваться справедливого с их точки зрения решения любыми способами. Они даже готовы устроить голодовку у стен районной прокуратуры, если суд все-таки согласится со следствием. Тимур Ермашев, Владислав Петров, Информбюро, Алматинская область.